Дорогая Лика И не только у меня. Это передалось мне от моей бабушки, а ей от нашей прабабушки, с которой все и началось. Пепелец. Там еще так и написано? Лика, не нужно добавлять свои слова. Наша прабабушка была старшей дочерью в семье. Она была очень полной, и все ее сестры вышли замуж, а она нет. Ей было стыдно, и она бросилась с моста в реку, а наутро очнулась на берегу худой. Потом снова стала толстая, а потом опять худой. Впрочем, ты это уже и так все знаешь. Теперь самое главное. Худой она осталась навсегда, как и все в нашем роду, после того, как... Как... Читальше. Письмо отсырело, и буквы размазались. Как... У нас крыша в прошлом году протекла. Дай сюда, я почерки врачей разбираю. Нет. Туда же наша аптекарша не разберет. Не могла бабуля в файлик письмо положить? Что же там в конце написано, а? А может, она липосакцию сделала? Ты когда молчала, умнее выглядела. Так, давайте рассуждать логически. Что могло произойти у твоей прапрабабушки? Чтобы ты осталась худой, как твоя бабушка и прапрабабушка. Я спать. Далекусь, давай завтра подумаем. В моем организме алкоголя больше, чем в шкафу деканша во время сессии. Прости. Ладно, Жень, позвони только утром обязательно мне, ладно? Давай, пока. Бабуля, что же ты хотела этим сказать? Субтитры подогнал «Симон» О, я сегодня толстая. И самое главное, это же можно как-то контролировать. Это что еще за спам? Что происходит? Кто все эти люди? Бабуль, снова ты начудила? Что происходит? Это кто-то снял и выложил? Мы лишь облаками. Привет. Привет. А Вики нет дома? Ну, ничего страшного. Я на самом деле к тебе. Вот, держи. Мы же с тобой вчера не успели попрощаться. Спасибо. Красивые цветы. А я вчера в магазин за чаем пошла и мурчаю, а? Теперь он точно не закончится. Не, спасибо, я на минутку. Просто там видео из караоке в сеть попало. И, видимо, нас с тобой снимали. Твоя банатка Оксана, что-то грозилась меня придужить. Ну, она всем так угрожает. Ты не переживай, ей всего 8 лет. Лик, слушай, а можно тебя попросить, чтобы ты, знаете, говорила, что ты моя троеюродная сестра? Ну, просто, понимаешь, я же модный виджей. И, как бы, если я с тобой на видео, то это не очень хорошо для имиджа. А если сестра, то вроде и нормально. Так что, делаешь одолжение? Хорошо. Спасибо, ты супер. Все, пока. Вот козел! Я все слышала. А видео крутое, я тебе лайк ставлю. Надо придумать, как восстановить письмо. Ты клевая, ты в топе. Ну? Жаль, вчерашний отжиг Бурдуковской никто не снял. Было бы еще больше лайков. Кстати, как там Женька? Ты ей звонила? Нет. Так, позвони. Женька. 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 Проснись. Жень. Бурдуковская. Экзамен по социологии через пять минут. А, как? Что? Как через пять минут? Шутка! Извини, но без этого мы бы тебя будили еще два часа. Спасибо. Я думала, ты вчера домой уехала. Не помню ничего. Пошли в клуб, там Леха, потом Ульяна. Потом коктейль, танцы. Письмо какое-то, дальше все. Ты реально не помнишь? Ты не помнишь полицию, драку, проституток? Нет? Русские не сдаются! Отойдем, мои подруги! Пошел, два парня! О, господи! Это был не сон? Теперь мне еще хуже! Опять Никита? Теперь попросит говорить всем, что я его внебрачная дочь? Как же мне плохо! Вот-вот! Теперь будешь знать, каковы людям, которые приходят на первую пару из-за тебя! Мам, привет! Ты не подходишь к телефону, это ужасно нервирует! Послушай, выручай! Нам надо лететь в Мазак, а у нас домработница уехала в Бешкек, у нее там кто-то умер или кто-то женится, я так и не поняла! Но нам не с кем оставить Дианочку! Я прошу тебя, побудь с ней до понедельника, мы скоро вернулись, пусть все будет аккуратно, никаких вечеринок! Слушай, мам, я должна тебе кое-что рассказать! Я ничего не могу сейчас слушать, у нас самолет! Тетя Инна, а можно мы тоже с Женей у вас поживем? Чтобы там вообще порядок был! Они аккуратные? О, они очень аккуратные! Вы аккуратные? Вы такие аккуратные! Тетя Инна, не волнуйтесь, все будет супер! Хорошо, только если вы перестанете называть меня тетей Инной! Сейчас, кто это? Да-да, я уже подъезжаю! Они, ну я не знаю, задержи самолет! Слушай, ты депутат или кто? Всему надо учить! Слушаю! Алло, Жень, это Роман Алексеевич! Я узнал вас, Роман! А неназвай мое имя, если рядом есть Кристина? Ростислава Максимовна! У меня к тебе просьба! Можешь со мной встретиться через час? Я, конечно! То есть, подождите, а вы же сейчас... В командировке? Нет, это я Кристине так сказал! На самом деле, я в Москве! Только ей ничего не говори! Подъедешь? Конечно, Ростислава Максимовна! Ну все! Давай, адрес скину сообщением! До встречи! Очень жду! До встречи! Привет! Здорово! У тебя наш главный стал? Что хотел? Э-э-э... Может, телефон твоей новой красотки? А-а-а... Что стоим? Никит, привет! Добрый день, Вячеслав! Хотел поговорить с тобой по поводу видео в сети. Добрый день, Вячеслава Максимовна! А-а-а... Да проблема уже решена! Э-э-э... Она будет всем говорить, что... Моя первоуродная сестра, ну и... Я, соответственно, тоже. Ты в курсе, что после появления видео в интернете запросы на тебя выросли в несколько раз, а рейтинг программы поднялся на 40%? Ну, так круто же! А почему? А потому что нашей аудитории понравилось, что такой красавчик, как ты, может встречаться с девушкой с недостатками. Неидеальной, в общем. Да что там? С нашей среднестатистической зрительницей. И что теперь делать? Чем больше ваших совместных фото и видео будет появляться в сети, тем больше цифр будет появляться в твоей зарплате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, привет. Присаживайся. Ну, как тебе здесь? Как в РНБ. В Российской национальной библиотеке. В смысле, очень нравится. И это все ради... Да. Ради Кристины. У нас с ней годовщина. Два года вместе. И я хочу сделать ее предложение. Понятно. А мне? То есть, а я для чего здесь? У меня всего две просьбы. Под каким-нибудь предлогом привезти сюда вечером Кристину. Ну, чтобы она не догадалась. А вторая... Я до сих пор не знаю размер ее кольца. Понятно. Узнать размер кольца, привезти Кристину. У вас за счет получить это сложнее. Жень. Жень, я не знаю, как тебя отблагодарить. Ну, не стоит. Хотела бы от твоей мамы. Но, в смысле, не воспитывать тебя, а жить вот так. Хотя, может быть, мне отбить депутата у твоей мамы? И тебя вот очевидь. Что ты там делаешь? Пытаюсь найти хоть какую-то информацию о своей прабабушке. Может быть, какую-нибудь статью. Жаль, у них раньше не было в соцсети, да? От Никиты пришел запрос статуса, что мы с ним встречаемся. А его страницу взломали. Не подтверждай. А я и не собиралась отклонить. Никита! Давай. Так это ты прислал запрос? Ну да. А ты чего не подтвердила-то? Ну, а как же имидж? Ну, в общем, там все наоборот получилось. Зрителям понравилось то, что я встречаюсь с такой, как ты. Ну, с тобой, в общем. И если ты мне немного подыграешь, то сильно меня выручишь. Ну так, как? Нет, Никит. Извини, я ничего не собираюсь подыгрывать. Пока. Вик, пошли его подальше. Или нормальные отношения, или пусть идет лесом. Угу. Ты права. Привет. Чего это вы тут рассели своими задницами? Привет, Ди. Я тоже очень рада тебя видеть. Мама попросила присмотреть за домом и за тобой. За домом можно присмотреть и снаружи. Не обламывай на ней вечеринку. Нет, я как старшая сестра, я запрещаю устраивать тебе вечеринку. Лик, ну ты чё? Я домработницу еле сплавила, чтобы она меня не сдала. Лик, а давай позовем всех наших, мы потусим. Спать ложимся в десять и никаких вечеринок, ясно? Или ты хочешь, чтобы я маме позвонила? М? Я тебя ненавижу. Так вот как живет народный избранник на наши налоги. Ой, слушай, ты так и не сказала. Где ты в итоге была? В ресторане с Романом Алексеевичем. Ну ладно, не хочешь говорить, не надо. Проходи, садись. Чаю будешь? Можно. Я сейчас. К сожалению, про ресторан это правда. У них с Кристиной сегодня годовщина. И он хочет сделать ей предложение. Сюрприз. Да ладно, предложение Кристине? Классно. Было бы, если бы он его сделал тебе. Я думала, что смогу выполнить любую его просьбу. Сейчас позвоню и все отменю. Жень, подожди, подожди, стой, ты чего? Ну а как мне быть, если я сама хочу быть на ее месте? Жень, подожди. Послушай, Жень, послушай. Ты помнишь, что было, когда ты пыталась их остановить? Романа Алексеевича чуть не уволили, а ты лишил своей статьи. Если ты, если ты действительно его любишь, то должна помочь. Разве нет? Да. Я хочу, чтоб он был счастлив. Стоять. Я три года в плацкарте Саратов-Москва ездила. Мне невозможно ничего украсть. Кольцо верни. С каких пор ты крысишь? Я думала себе такое же купить. Взяла примерить. Тогда ты у меня купи. Пятнадцать тысяч. Это еще со скидкой. Цыгане бы у меня за семнашку взяли. Я лучше другое посмотрю. Так. Ну чего? Она заметила. Кольцо пришлось оставить. Вот блин, а! Но! Отпечаток от кольца остался. Пятнадцатый размер. Угу. Как у меня. Что ты делаешь? Что это? Что ты делаешь? Попить и таблетки. От сердца или от давления или от всего вместе. Ты что? Ты что с ума сошла? А ну-ка быстро выплевывай! Быстро! Уже поздно. Я хочу умереть. Ты обломала мне всю вечеринку. На нее теперь никто не придет. Меня зачмырят все. Теперь я неудачница, как ты. Вот. Пресмертная записка. Какая записка? В моей смерти прошу увинить Лику, посадить ее в тюрьму. Так, я звоню в скорую. Подожди. Я не умру. Если ты разрешаешь мне вечеринку, пожалуйста. Так, что это? Что это за сыпь у тебя на руках? Ты что выпила? Аскорбиновая кислота? Ты выпила целую пачку витамина С? Это опасно. Я что, умру? Значит так. Еще один вот такой фокус, и я звоню маме. Ясно? Размер кольца 15. Надпись на торте. Мне больше нравится любимой Кристине. Да, все в силе. Будем сегодня с ней в 19.00 в ресторане на чистых прудах. До свидания. Якуся, короче, Бурдуковская сбрендила, она хочет предложить мне встречаться. С чего ты взяла? Короче, Бурдуковская в меня влюблена. Не спрашивай откуда я ее знаю, это факт. Я хотела ее спасти, у меня ничего не получилось. Я сейчас подслушала. Она заказала торт, ресторан и хочет подарить мне кольцо. Послушай, это все твои догадки. Не делай поспешных выводов. Просто сходи с ней в ресторан. Ты что, с ней заодно? Кристин, успокойся. Ты только подумай, что будет с Женей, если ты не пойдешь. Она возьмет, напьется и снова попадет в полицию. Или вообще что-нибудь с собой сделает. А, вот вы где. Кристин, давай прогуляемся. Я знаю классное место на чистых прудах. Ты как? На чистых прудах. Никуда я с вами не пойду, вы совсем больные! Ты чего? Кристин! Кристин, подожди! Роман Алексеевич ждет тебя сегодня на чистых прудах! Он два дня как улетел, врать научись! Все зануды и нитики изолированы от нормального общества, причем без права телефонного звонка. Теперь мы можем устроить наикрутейшую мега вечеринку в пути народа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, давай, соберись. А если я упаду? Может быть, все что угодно. Стрясение мозга, открытый перелом, заражение крови. Жень, ты еще час назад должна была привезти Кристину на чистые пруды. Роман Алексеевич, только ради вас. Давай. Так, так. Держусь, держу. Так, давай-давай. Держу! О, Славиковая, привет! Там что застряло? Не подскажешь, где есть сортир, а? Привет. Первая дверь налево. Спасибо. Жень! Жень! Жень, дверь открыта! Свобода! Женина, я убью тебя! Жень, извини! Давай, встретимся внизу! Ого-го-го-го! Ты что, подков сделала? У тебя сегодня годовщина с Романом Алексеевичем. Годовщина? А, точно! Сегодня уже два года, как я сдала экзамен Ромуську еще в ночь перед экзаменом? Вот именно. И он сейчас ждет тебя в ресторане на чистых прудах. Хочет сделать предложение тебе, дуре. А меня он попросил тебя туда привезти, чтобы ты ни о чем не догадалась раньше времени. Сюрприз хотел сделать, понимаешь? Эй! Эй, там с красным вином! Отойдите от дивана! Ты еще успеешь. Самолет через четыре часа. Я сейчас позвоню. Не надо, не надо! Как это не надо? Не надо! Ромуська очень серьезно воспринимает наши отношения. А мне с ним удобно. Кафе, карманы, расходы, кино. Но что он мне может предложить? Ни квартиры, ни машины. Извини, конечно, можно я других посмотрю? Как ты так можешь с ним? Жень, я даже рада, что так получилось. Ну скажи ему, что все сорвалось, вали на меня. Я потом разгребусь, окей? Жень, я приехал к Кристине домой. Что случилось? Роман Алексеевич, извините. Я все запорола. Ничего не получилось. Да ничего страшного. Это изначально была авантюра без подготовки. Прости, что втянул тебя в это. Самое главное, с вами все в порядке. Теперь я со спокойной душой могу ехать в аэропорт. Ты не переживай. Я вернусь и сделаю все без сюрпризов. Спасибо за помощь. Пока. Так, иди сюда. Сворачивай вечеринку и отправляй всех домой. Тут в половине пора пить молоко и ложиться спать. Ну, вообще-то тут твоих друзей больше, чем моих. Привет еще раз. Привет. Дай мне, пожалуйста, минуточку. Никит, мы же все обсудили. Ну, еще одну минуту, Лик. Ну, хорошо. Так, а ну-ка, хватит целоваться! Лик, ну пойми, все эти продюсеры, рейтинги, отзывы, ну, каждый миг все меняется. Все что-то хотят. Я просто запутался. Понимаю, что сегодняшняя история тебе неприятна, и я вел себя с тобой как настоящий придурок. Ты не придурок. Хотя нет, сегодня ты вел себя как придурок. Ты первая девушка, которая меня так называла. И, надеюсь, будешь первой, которая меня за это простит. Я согласна быть первой. Спасибо. И я только что понял, что теперь ты мне нравишься еще больше. Никита меня поцеловал такой толстый. Я ему нравлюсь такой. Я это чувствую сейчас все по-настоящему. Я очень рада за тебя, правда. Но я хочу побыть одна, прости. С чего вдруг? Мы с моей девушкой отдыхаем? Никита все подстроил. Он поцеловал меня, чтобы выложить фотку. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok